Я родом опять ходил к периметру смерти. Очень жуткое место. Автоматические турели постоянно в движении. То тут, то там слышны очереди, уничтожающие всё живое. Горы, горы всякой мёртвой нечисти. Там такие огромные стальные ковши. Если трупов становится слишком много, включается механизм и всю эту дрянь отодвигают от стен. Вонь стоит ужасной. Короче, в очередной раз я разочаровался. Пробраться за стену не удастся. Уж больно там всё надёжно обустроено. Но на обратном пути встретил я обоз. Представляешь? Несколько броневиков и сотни-две вооружённых до зубов солдат. Не хотелось мне вставать у них на пути. Винул я через вишенские склады на восток. А вот там-то и познакомился с Еленой. Она рассказала, что обоз этот непростой. А приехал он по твою душу, Роден. Кстати, в здании, откуда я вытащил тебя полуживого после взрыва, я нашёл некоторые записи Железного Лорда. Возьми их. Возможно, это поможет тебе кое-что вспомнить. В любом случае, Железному Лорду ты был как сын. И эти записи принадлежат тебе. Это капитан Савичев и группа «Восток». Под моим командованием 212 человек. Объявлен карантином и, по всей видимости, застряли здесь надолго. Я слышал, что все, кто пытался пробиться через укреплённый периметр на... Огромная тюрьма, из которой нет выхода. Всю жизнь тучимся лбами в невидимую стену. Елена. Я сам не справлюсь, Родан. Помоги мне! Ещё один красавчик готов. Ещё один красавчик готов. Ещё один красавчик готов. КОНЕЦ 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 Да, Родан. Послушай, Елена, почему был объявлен карантин? Информация об энергоударах тщательно скрывалась. А когда прошли слухи о широкомасштабной правительственной проверке, Зиновский использовал вирус, чтобы уничтожить свидетелей. Он умертвил всех ученых и обслуживающий персонал лабораторий. Впоследствии же ему удалось убедить общественность в том, что болезнь пришла из дыры. Значит, вирус 513 – это ваша работа? Пойми, постоянно сдерживает натиск существ, появляющихся из аномалии, непосильная задача даже для хорошо экипированной и обученной армии. Человечество несло огромные потери в борьбе с чужим неизученным миром, обладающим неизвестными технологиями. Вирус B13 разрабатывался для того, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос агрессивности дыры. И мы практически достигли желаемых результатов. Но B13 также уничтожающе действовал и наземные жизненные формы. Поэтому без надлежащих тестов и всевозможных проверок пускать его в ход все еще было рано. Ваш благодатный мир обрек на гибель ни в чем неповинных людей. Где же были ваши законы, когда все это происходило? Или порядок — это всего лишь искусственное туманное облако, которое сгущается, если кому-нибудь нужно запылить глаза? Я не оправдываю правительственного решения о карантине. Но на тот момент оно было необходимым, чтобы сохранить человечество. Идет война рода. Без жертв не обойтись. Другое дело, Зиновский. Надеюсь, теперь ты понимаешь, насколько опасен этот человек. Значит, и в вашем мире встречаются чудовища. Замечательно. Что на этот раз? Что ты знаешь о Железном Лорде? Когда был объявлен карантин, на свалке вовсе велись боевые действия. Части армии Южного и Восточного фронтов попытались прорваться через укрепительный периметр, но встретились жесточайшие сопротивления и отступили. Они были обречены. Укрепительное кольцо оборудовано автоматическими пулеметными турелями старого образца, которые реагируют на движение. Эти установки не оснащены системой определения объекта. И командиры знали об этом. Поэтому много невинных душ навсегда осталось у периметра. Тогда один полковник, его фамилия не имеет значения, отправил длинное звуковое сообщение, которое призывало всех оставшихся в живых на пятый блок, пост к объединению. Впоследствии на свалке он стал известен как Железный Лорд. Так появился один из самых больших кланов на свалке, состоящий в основном из военных. Что еще ты можешь рассказать о кланах? Человеку очень сложно выжить в одиночку. Тем более в условиях свалки. Все, кто не слышал сообщения Железного Лорда, объединялись в свои небольшие группы. Заключенные, которые использовались как дешевая рабочая сила, ученые, а также разного рода обслуживающий персонал. Все эти люди, несмотря ни на что, хотели жить. И первое время каждый пытался пристать к какой-нибудь группе. Впоследствии четыре самых больших группировки стали называть кланами, а их предводителей — лордами внутреннего круга. Что же касается междоусобицы, царящей на свалке сейчас, об этом ты наверняка знаешь больше, не так ли? Да уж, некоторым не терпится прибрать все к рукам. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА